Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 6 августа, и я начинаю свой новый влог, и, скорее всего, это будет влог всего лишь одного, максимум двух дней, потому что сегодня такое есть у меня мероприятие, которое я хочу запечатлеть и показать вам. Значит, что за события сегодня? Сегодня я еду на концерт Бьонс! Я вообще в шоке, если честно. Я никогда не была какой-то там огромной поклонницей, но мне одна девочка предложила, говорит, поехали со мной, и я говорю, да, давай, поехали, потому что, мне кажется, будет классное шоу. Да! Поэтому Александр сегодня остается с папой и с братиком, а мама едет... А мама едет тусить! Беру вас с собой, друзья мои, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и что-нибудь еще делайте. Так как я уезжаю на весь день, приеду только поздно ночью, то я Филиппу с Тимофеем тут вот все приготовила для инструкции, чем кормить Александру, во сколько, чем, что на обед, что на ужин. Тут кашу им только развести останется. Здесь, значит, яйцо я им уже приготовила, ей на ужин. Еще в холодильнике стоит курица. Курица для Александра, и даже вот здесь вот пюрешка. Стоит пюре для... на ужин. Я подготовилась так, чтобы было очень сложно все перепутать. Так, я уложила Александру спать, а сама сейчас пойду собирать вещи. У меня вот здесь гардеробная, и я думаю, в чем бы мне вообще пойти, в чем обычно ходят на концерты. Что бы Бьонс надела? Что-нибудь короткое? Наверное, шорты? Я вот думаю, у меня есть, я купила себе... Я вот думаю, я купила себе вот такой корсет, и думаю, может быть, его надеть. В принципе, мне кажется, для концерта идеально. Сейчас померяю. Я решила надеть на концерт. Сейчас я накинула рубашку, чтобы не смущать людей, но я планирую ее снять, и просто быть как бы в таком топике. Это боди. В таком боди и шортах. Вот, немножко откровенную, но мне кажется, для концерта самое то. И в удобных сандалиях. Представляете, сейчас уже нужно было выезжать, и я прочитала информацию, что, оказывается, поклонники все на концерт Бьонсе одеваются в что-то серебряное, и еще и веер с собой берут. Если ты веер взял, значит, ты вообще такой фанат прошаренный. Вот, конечно же, у меня нет ничегошечки серебряного, кроме моих сережек серебряных, которые я и надела. Вот. Но, надеюсь, меня пустят. И говорят, что многие люди там прямо в таких костюмах подготовленные. Вот, проверим, посмотрим, как это будет выглядеть. Я вам все поснимаю, покажу. Вообще, концерт начинается в 8, но мне кажется, еще опоздают, как обычно. Сейчас время, ну вот, 2 часа доходит, и мы... Я сейчас доеду до своей подружки, с которой мы идем, и затем мы пересядем в ее машину, и ее муж нас сегодня повезет. Вот, чтобы мы там с паркингом не мучились, он нас просто высадит и потом заберет. Так, я в туалете, мы уже 3 часа ехали, и зашли в кафе, я сейчас в туалет зайла, мы зашли в кафе, чтобы поужинать, вот, и потом уже после ужина собираемся еще в парк заехать посидеть, и потом поедем уже на концерт. Сейчас покажу, что купила, еду мою любимую, обожала встретиться на морскую. Вот мы зашли в какой-то ресторан, ой, в какой-то торговый центр, и здесь вот так называется Мизе-кафе. Взяли бол с рисом, мясо, очень вкусно. Сейчас поедем дальше. Мы приехали в парк, здесь вон самолет летит, здесь, в общем, плюс в том, что здесь аэропорт, Рейган аэропорт Вашингтона, и здесь прямо очень низко летят самолеты. Вот, мы сейчас идем покушать здесь, потом поедем на концерт. Вот, Вашингтон Мемориал, и летит самолет. Сейчас будет на посадку заходить. Мы отошли подальше, под дерево, сейчас сядем, тут расселим, будет пикник. А здесь река, там, кстати, вот на лодочках катаются люди, на таких катерах. Вот. И я вообще, конечно, обожаю это место. Кстати, у меня есть фотография примерно с этого места, я где-нибудь тут сбоку вставлю, когда здесь осень, и это очень красиво. Тут все деревья такие желтые, красные. Смотрите, какой маленький едет на Моноколесе, молодец. Так, вот мы уже едем на концерт, и посмотрите на погоду. Идет дождь, а у нас там стадион, и я просто надеюсь, что мы не промокнем в конец, и что этот дождь скоро закончится. Просто посмотрите на этот ливень. Господи, пожалуйста, закончись. Так, в общем, дождь, слава богу, кончился, мы уже вышли. Здесь куча просто парковки, куча машин, я не знаю, миллионы, и сотни тысяч, наверное. Да, все так наряжены красиво, я вообще не по теме. Я покажу вам поближе. Вот это стадион, где она будет выступать. Федок спил. Люди вчера подъехали. Да! Мне кажется, так в пять часов открылись ворота, я думаю, они уже в пять часов приехали некоторые, чтобы припарковаться. Здесь надо было купить эти паркинглоты заранее, паркуешься, и все, потом идешь. Почему об этом не предупреждают? Видите, кто поклонник, тот прям в серебряные одевается. О, макар! А у меня серебряного, то по сережке. Стоим в очереди в туалет. Сейчас мы идем в очередь на вход. Надеюсь, что... Кстати, снова пошел дождь. Надеюсь, что нас пронесет и не будет какого-то крэзи ливня. Вот. Сейчас бы главное найти, где нам вообще входить и где наши места. Тут столько народа, просто вообще жесть. Просто смотрите, сколько людей на вход. О, май гаад! С ума сойти. Короче, тут целая толпа народа, и нас просто не пускают. Уже время... Восемь концерт начался, время уже без 29. Мы до сих пор стоим. Охранник нам говорит, что нам нужно встать в одну линию. Конечно же, никто из этих людей в одну линию не встает. И просто сейчас, мне кажется, скандал какой-то чинят. Короче, мы стоим, время уже 9 часов, говорят, что не пускают никого из-за того, что на улице дождь, поэтому все люди вот здесь толпятся, все злые, как собаки, толкаются, орут, я не знаю, может быть, нам домой уехать Если честно, немного страшно, мы тут встали у стенки, мы сначала стояли в толпе, потом реально как-то не по себе, да, ведь становится, и поэтому мы решили от этих стеночки постоять Тут еще какие-то охранники с оружием ходили Ой, это хорошее Так уж мы седут после дождичка Смотрите, какие волосы сзади меня Мечта Да, и это парень О май гад Кошмар Мы по ходу дела наконец-то поднялись на четвертый этаж, и теперь нам надо найти наши места И вот здесь мы идем тут 405, 406, а у нас 436, я даже не знаю, как нам, видимо, весь стадион нужно обойти, чтобы туда попасть Я в шоке, если честно И, по-моему, она еще даже не начала петь, а время 9.14 Так что я не знаю, что мы будем делать Там ливень идет, мне кажется, она вообще сегодня может и не выйдет даже Прикиньте, мы дошли вот до этого места, и там дальше начинаются наши места Но они перекрыли дорогу и сказали, что нам нужно идти обратно и полностью по кругу обойти стадион, чтобы снова сюда прийти Я вообще не понимаю, что происходит и как можно такую организацию сделать Я в шоке Короче, мы наконец-то пришли на стадион Наше место еще заняли, пришлось выгнать одну девушку Вот такой гигантский, просто адского размера, гигантского стадиона И бьемся еще на чертанье Ждемся, как говорится Сидим, добрались, пахнет травой, тут все травы курят Жесть вообще Да, от нас будет пахнуть травой, как будто мы сами покурили Будем как наркоманы У меня голос сел Я говорю, хотя бы что я волосы поправлю У меня сел голос, потому что мы кричали в толпе, с друг с другом разговаривали И у меня просто уже почти нет голоса И большой дождичек Нам не помеха Нет Раз уж мы придем Уплощена И сидим Люди так сейчас просто убирают из сцены в лозу Я не знаю, может она выйдет Сказали всем занять свои места Надеюсь, что она выйдет Очень сильный дождь, и все встали вот сюда Типа он орет на нас, продавец, что мы должны купить еду, чтобы тут стоять Типа спускайтесь вниз в шелтер, если вы не хотите стоять И теперь все скандалы, и они все рыгаются Мы смотрим на такое шоу Кайф Похоже, сегодня бьемся не будет Дождались Просто под адским ливнем Мы думали, они отменят шоу, но не Бездом Кайф Кайф И, ladies and gentlemen, be on set. Блин, не ходи, говори еще. Сколько можно. D.C. I love you. I love you. I love you. I love you. Baby, I love you. You are my life. The happiest moments were incomplete. If you were by my side. D.C. for hours i need to know. Deep to the city. I love you. I love you. Deep to the city. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот. Ну, в общем, просто перестала замечать дождь. Можете себе представить, насколько она энергетически сильная такая женщина. Красотка, конечно, необыкновенная. И, в принципе, само шоу крутое, такие спецэффекты, света, различные эффекты, видеоэффекты, то есть прям такой эффект полного погружения, 3D-картинка. Ну, в общем, это было шикарно. Она меняла наряды, наверное, каждые 2-3 песни она полностью переодевалась. Вот. И песни чередовались. Сначала были такие спокойные, потом более активные. И вот так всё время менялось. Вот. Ну, я бы, наверное... Короче, я абсолютно не жалею, что я ходила на этот концерт. Несмотря на все сложности, я просто думаю о том, что это будет о чём вспомнить, как говорится. О чём рассказать, на всю жизнь запомнить. Ну, так бы я сходила и сходила. Ну, классный концерт. А так у меня столько рассказов, как мы там мокли и стояли в этом шелтере. Ну, в смысле, под крышей. Нас не пускали выше и всё такое вот этой толпой. Мне кажется, это я запомню на всю свою жизнь. Поэтому, что не делать, всё к лучшему. Напишите, кстати, в комментариях, вообще нравится ли вам Бьонса. Хотели бы попасть на её концерт. Я знаю, что многие почему-то не любят её. Хотя, мне кажется, она звезда вообще. И многие ещё почему-то думают, что билеты очень дорого стоят. Но по факту, как бы, вполне себе... Если ты не стоишь в фан-зоне у самой сцены, то билеты вполне себе по доступным ценам продаются. Спасибо большое, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И пока-пока!